Работаем совместно с Ространснадзором. Сейчас ваши документы проверить сотрудник Ространснадзора. Водительское удостоверение, путевой лист и список пассажиров. Эти документы водители автобусов предъявляют инспекторам ДПС в ходе рейда. Мимо зоркого взгляда инспектора не пройдет ни одно нарушение. Например, в этом автобусе сотрудник заподозрил неисправность тахографа. Скорость регистрируется на дисплей и, соответственно, предназначение переносится на руководитель стахографа. Чтобы проверить прибор, водитель трогается с места, но цифры на дисплее замерли на скорости 0 км в час. Соответственно, не будет показывать скорость и не будет показывать уровень на расстоянии. Соответственно, режим работы у водителя не будет переходить в режим вождения. Тахографом оснащены все пассажирские автобусы. Этот прибор контролирует работу водителя. Система фиксирует скорость, остановки и время в пути. Если прибор неисправен, выходить в рейс нельзя. Автобус работает в отличном состоянии. Все документы, все в порядке. Где-то проводочек отстал. Проводочек, это нужно доехать до электрика, который посмотрит и все сделает. Но инспекторов такое оправдание не устраивает. Перевозить пассажиров можно только в полностью исправных автобусах. У вас взятаялась печатка с тахографа. Данный тахограф у вас не работает уже третий день. Вы периодически осуществляете перевозку с не работающим тахографом. Также оказалось, что пассажиры ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. Водители выписали штраф, на автобус наложили арест и отправили на спецстоянку. Людям пришлось выходить из машины и присаживаться на другой транспорт. Конечно, многие были не рады такому раскладу. А почему вы злитесь? Потому что с работы едем домой. А вы козлище здесь ходите на дороге, а? А автобус проходит техосмотр регулярно. Но большинство пассажиров и водителей с пониманием относятся к работе инспекторов. Ведь далеко не все перевозчики внимательно относятся к состоянию автобусов. Обращается особое внимание на соответствие конструкции, транспортного средства, технического состояния и дополнительного оборудования. А также требования путевой документации, соблюдения режима труда и отдыха водителей, наличию водителей документов, предусмотренных правил дорожного движения. В ходе рейда сотрудники проверили 15 пассажирских автобусов. В трех из них сотрудники нашли недопустимые нарушения. Их пришлось снять с рейса и отправить на спецстоянку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!